МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После измерения температуры – обработка рук. Избирательные участки на этот раз работают по-новому. Движение голосующих строго по указателям на полу, чтобы потоки не пересекались. По тем же причинам и выход не там, где вход. Избиратели получают одноразовые перчатки, одноразовые ручки, проходят обработку санитайзером. И у нас есть специальные коврики, которые задерживают пыль. Далее по разметке избиратель подходит к столу, где получает бюллетень. Избирательные участки открылись в 8 утра. Одними из первых сделать свой выбор пришли депутаты Одинцовского округа. Вячеслав Киреев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете. Уверен, перемены назрели давно. Татьяна Одинцова с коллегой солидарно сделает свой выбор. Гражданский долг каждого. Пришло уже давно время носить эти поправки и принимать их, развиваться уже в стране по-новому. Поэтому эти поправки укрепляют институцию нашей страны, укрепляют гарантии жителям нашей страны. Поэтому я в первых рядах на самом деле пришел, чтобы своим примером сказать, что я с удовольствием голосую. Это правильно. Это главный документ Российской Федерации. Мы проживаем на территории нашей любимой Родины. Это Россия. Как же мы будем игнорировать сегодняшнее мероприятие? Ни в коем случае. Мы все должны прийти и сделать свой выбор. Сделал свой выбор и военный комиссар Вячеслав Клявень. Для него голосование по поправкам – это возможность защитить суверенитет Родины. Его коллега по Совету депутатов Владимир Веницкий в первую очередь голосует за сохранение русского языка и культурных ценностей. Мы должны защитить себя в плане суверенитета, безопасности, поставить наше законодательство во главу, в приоритет международным правом. Это безусловно. Мы должны защитить нашу историческую память, нашу культуру, нашу самобытность. Мы должны защитить, в конце концов, нашу победу. Мы должны развивать нашу культуру, поддерживать традиции и обязательно сберечь русский язык. Это нужно только лишь для того, чтобы наше государство, Россия, в глобальном мире не затерялось и имело свою четкую идентичность. Это зависит, конечно же, только от нас. С 25 июня избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. 1 июля – основной день голосования. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.